МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. В студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Ситуация с коронавирусом в регионе сложная, но под контролем. Почему граждане потеряли бдительность и чем измерить беспечность? Дышать нечем, помощи нет. Чувашские туристы из пятизвездочных отелей в Турции переселяются на пляжи. Покрытие искусственное, накал страстей настоящий. Глава республики открыл новый стадион. Как зажигаются звезды футбола? Коронавирус молодеет. Специалисты все чаще ставят диагноз COVID-19 пациентам в возрасте до 29 лет. Такие данные озвучила на заседании Оперштаба руководитель Роспотребнадзора Чувашии Надежда Луговская. За неделю рост заболеваемости в этой категории 43%. Ситуация с COVID-19 в целом напряженная и требует мобилизации всех сил. За истекшие сутки положительный тест ПЦР выявил вирус у 74 человек. Шестеро погибли. Парадоксальной остается беспечность, в частности пассажиров общественного транспорта. В масках единицы, не говоря о перчатках. Репортер республики Ольга Алексеева устроила импровизированный рейд. Почему даже бесплатные маски люди надевать не хотели? Девушка, скажите, пожалуйста, почему без маски стоите в троллейбусе? Всего за время пандемии от новой коронавирусной инфекции в республике умерли 1713 человек. Население небольшого городка. Но эти цифры, похоже, совсем не пугают пассажиров без масок. Хотя некоторые после появления наших репортеров в транспорте все же натянули маски. Причем на нужное место. Девушка, спасибо, что надели. А вы маску почему приспустили? Не боитесь заразиться или кого-нибудь заразить? Мужчины, вы почему без маски сидите? Скажите, пожалуйста. Нормально, в руку делаю лучше. Где что за правильно? Столь больных умирают. Глава республики потребовал ужесточить контроль за нарушителями в троллейбусах, автобусах, такси, магазинах и кафе. Везде, где социальный контакт неизбежен. Уже седьмую неделю цифра по ковид в Чувашии только вверх. Коронавирус в последнем месяце мы делаем интенсивнее. Выявлено 32 случая заражения индийским штаммом и 9 случаев британского. В июле зарегистрировано на 1922 случая. Показатель на 26% выше заболеваемости в июне месяце. Наша сейчас задача еще более сильнее усилить контроль за теми людьми, которые мигрируют, которые выезжают на работу в другие регионы. Я бы попросил еще раз проанализировать организацию работы по контролю за соблюдением ограничительных мер. Ну и, конечно же, более жестче реагировать в адрес всех нарушителей. В прививочные кабинеты едва ли не очереди. Те, кто работает с людьми от парикмахеров до официантов, от кондукторов до водителей, уже не в принудительном, а в добровольно-сознательном порядке. Но и этого мало для создания так называемого популяционного иммунитета. Кое-где поставили вакцину только 11% сотрудников потреб рынка. В Цивильском и Ядринском районах таких 17%. Опросы показывают люди в курсе, что единственная защита от смертельной заразы – вакцина. Вера в авось пока что сильнее страха. Власти надеются, появление свободных от вируса кафе и ресторанов заставит позаботиться не только о себе, но и об окружающих. Нам действительно важно, чтобы наши сотрудники вакцинировались и наши гости были в безопасности. Именно поэтому мы сегодня организовали массовую вакцинацию наших сотрудников. Более 80% сотрудников отвакцинировано. Мы считаем, что это достаточно для безопасной работы нашего заведения. Но действительно и первая волна, и вторая волна ковида показала, что, наверное, без вакцинации, без подобных мер нам, к сожалению, эту проблему, с которой мы столкнулись, не пережить. В Чувашии привиться можно в одном из 116 пунктов вакцинации, стационарных и мобильных. К слову, в стране зафиксирован новый и чрезвычайно опасный штамм COVID-19. Замок повесили, дверь опечатали. После того, как репортеры республики рассказали о бесхозяйном грузовике, кузов которого забит просроченной газировкой, на место стоянки прибыли сотрудники МВД. Практически сразу после нашего эфира бутылки с жидкостью неизвестного происхождения, которую бесконтрольно пили дети, убрали. Данный лимонад был изъят. Часть данного лимонада, который был отправлен на экспертизу, фургон был уже нами опечатан и закрыт на замок для того, чтобы посторонние лица уже не могли воспользоваться данной газировкой. По словам местных жителей, грузовик припаркован около трех недель назад, однако судя по состоянию ходовой части гораздо дольше. В настоящее время устанавливаются владельцы транспортных средств, где хранилась вышеуказанная тара. Коммунальные службы города сориентированы на скорейшую ликвидацию свалки. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после установления всех обстоятельств. Как нашей редакции сообщили в правоохранительных органах, жалоб по факту отравления детей не поступало. Репортеры республики продолжат следить за судьбой машины, которую в народе уже окрестили грузовичок с подарками. Туристов из Чувашии, которые проводят отпуск в Турецкой республике, экстренно эвакуировали из отеля минувшей ночью. Причина – мощный лесной пожар в окрестностях курортного Мармариса. Огонь бушует уже третьи сутки. Турецкие власти сообщают о почти двух сотнях пострадавших. Вот что республике сообщила жительница Чубаксар, которая находится на отдыхе. Сегодня в 5 утра нам объявили эвакуацию с отеля «Сан-Инфан». Хотя лес горел уже до этого в течение суток, его пытались потушить целый день. Мы вечером сидели, смотрели с бакона, как пожарные пытались потушить, но почему-то ночью потушение прекратилось. И часов в 5 утра нам постучали с двери и сказали, что эвакуация. Мы быстро собрали чемоданы, спустились вниз, вышли из отеля. Нас заставили ждать примерно около полутора часов, пока приедут автобусы для эвакуации. По факту людей развозили только по жарким пляжам, где плюс 43 градуса, и предоставляли только территорию отеля. Туристам с маленьким ребенком пришлось уехать из опасной зоны и снять жилье самостоятельно. В Анталье ситуация под контролем, однако туристы готовятся к эвакуации в случае, если лесной пожар доберется и до этого побережья Средиземного моря. Наш район пока, конечно, эта стихия обошла стороной, но это не говорит о том, что завтра ее может быть здесь и не быть. Поэтому туристам, которые планируют свой отдых в Турции, я бы порекомендовала, конечно же, изучить карту пожаров и в связи с этим планировать свой отдых. Футбольное поле не хуже, чем в городе. В Красных Читаях открылся новый стадион. На торжественное мероприятие приехал глава республики Олег Николаев. Обновленное футбольное поле появилось на территории спорткомплекса «Хастар». Вокруг четыре беговые дорожки со специальным покрытием. На строительство объекта из республиканского бюджета было выделено более 28 миллионов рублей. Юные спортсмены Красночитайского района получили в подарок и тренировочный комплекс. Важно, чтобы ребята здесь оттачивали свое спортивное мастерство, становились профессиональными спортсменами, достигли больших побед. Им есть на кого равняться. А мы продолжим совершенствовать спортивную инфраструктуру муниципалитетов. Кроме того, новые футбольные поля появятся в Козловском, Красноармейском, Урмарском, Чебоксарском, Яльчикском и Ядринском районах, а также в Чебоксарах. Все согласно указу главы Чувашии о мерах по повышению качества жизни. К концу года в республике откроют 10 футбольных полей и стадионов, что сделает массовый спорт еще доступнее, в том числе в отдаленных от центра населенных пунктах. Ну и первая игра на новом стадионе. После открытия футбольного поля в Красных Читаях состоялся товарищеский матч. Репортер программы «Республика» Рифат Фадкулин наблюдал и говорит, что непрофессиональные спортсмены, конечно, не могут дать фору звездам футболу. А вот у кого больше азарта, готов поспорить. Ой, молодец! Игра напряженная. Матч хоть и товарищеский, но футболисты не хотят уступать друг другу. Дальний удар и гол. Единороссы выходят вперед. Десять лет назад играл в Чебоксарах? Больше нет, не играл потом. Нравится играть? Как удалось? А? Я умею забивать такие. Вратарь единороссов говорит, новое поле с искусственным покрытием, как Крым для туристов. Одно удовольствие. Раньше вы считаете, что мы как бы на улице это играли, получается. А по сравнению с тем, что это небо и земля, разница большая чувствуется. Все равно то, что вот сейчас, смотрите, играем и в кроссовках можно побегать, и в бутсах, и в сороконожках. Вот игра, в общем, в удовольствии. Во втором тайме зрители порадовали целой серией колов. Мне бы очень хотелось, чтобы молодые люди не только для спорта больших достижений приходили сюда, но мне бы очень хотелось, чтобы вот эту доступность данного стадиона обязательно использовали для укрепления своего здоровья, для укрепления духа, для развития своей физической силы, просто для здоровья. Футбольная площадка 100 на 70 метров. Теперь здесь можно принимать турниры республиканского уровня. Рифат Фадкулин, Павел Ракитин, Республика. В Чувашии станет больше возможностей для видеонаблюдения. Вся информация будет стекаться в единый информационный центр. Там установят видеостену из восьми мониторов. Круглосуточно, все три дня голосования, там будут отображаться видео с разных избирательных участков. На 350 избирательных участках республики с численностью свыше тысячи избирателей видеонаблюдение будет потоковым в режиме онлайн. На остальных в режиме записи, которую можно пересмотреть. Кандидаты и политические партии, выдвинувшие своих кандидатов, а также общественные наблюдатели, получат логины и пароли к системе и смогут удаленно из офиса следить за происходящим. Нам важно не только то, что происходит на участках днем, но и очень важно, что происходит на участках ночью. Что никто не подходил ни к какому из металлических шкафов, не вынимался и в пакеты с избирательными бюллетенями и не производил никакие с ними манипуляции. Документы на регистрацию по Канажскому одномандатному избирательному округу 37 предоставил представитель партии «Справедливая Россия за правду» Анатолий Аксаков. По Чебоксарскому округу необходимый пакет документов подал также представитель этой партии Игорь Маляков. В республике завершился прием документов на регистрацию списков кандидатов в Госсовет Чувашии по единому избирательному округу. Их представили 10 политических партий, причем 5 из них собирали подписи как в бумажном виде, так и через портал Госуслуг. Избирательная комиссия теперь проверит правильность сбора подписей, в том числе на сдвоенность, чтобы один и тот же человек не поддержал партию дважды. И в подписных листах, и через портал Госуслуг. В течение 10 дней ЦИК Чувашии примет решение о регистрации. И недавно стало известно, что ЦИК зарегистрировала первых 5 кандидатов на выборах депутатов Госдумы. Ими стали Александр Андреев из КПРФ, Николай Степанов и Станислав Песин, представители партии пенсионеров. Эльза Кузьмина от «Новых людей» и Владимир Андреев от партии «Коммунисты России». Количество голосов зависит от качества работы. Сегодня на встрече главы Чувашии с общественной палатой говорили о предстоящих выборах. 30 июля завершается срок подачи документов на регистрацию списка кандидатов на выборах в Госсовет. Процесс выдвижения выходит на финишную прямую, и уже в августе начнется активная агитационная кампания. Татьяна Молокова слушала, как партии собираются агитировать за себя и что нужно сделать, чтобы избежать грязных предвыборных технологий. Каждый раз перед выборами все участники этого процесса говорят о честности и прозрачности, недопустимости нарушений и необходимости контроля. Один из инструментов этого – общественное наблюдение. В Чувашии, в отличие от многих других регионов, штаб общественного наблюдения будет работать второй год. Весной и летом штаб подготовил порядка 2000 наблюдателей для работы на выборах осенью. И, как говорится, цыплят по осени считают, тогда и подсчитают качество подготовки. У нас и каждому избирателю Чувашской республики есть из кого выбирать. Потому что 10 человек на место – это, считай, очень конкурентная среда. Поэтому какой-то, наверное, что идет нелегоптинизация процесса, что нет конкурентной среды – это никак не скажешь. В общественной палате также проводим мониторинг вообще настроений избирателей. И сегодня большинство населения уже свой выбор определенно сделало. То есть они все равно отдают определенные электоральные предпочтения тому или иному кандидату. Каждая партия не просто обещает изменения, знает, как их добиться. Глава Чуваши Олег Николаев сказал, что будет изучать программу «Каждый», чтобы лучше идеи использовать в работе. Еще одна просьба от руководителя региона – избегать грязных технологий. Любые попытки будут пресекаться жестко, но в рамках закона, в том числе и уголовного. Если мы начинаем новый процесс, если мы начинаем новый цикл, лучше уж это начинать совершенно на иных подходах. Вызывает очень у меня лично определенное, скажем, определенное огорчение, когда этим занимаются уважаемые политические площадки. Представление однофамильцев. И очевидно, это не очень здорово. Мне кажется, это уже прошедший век. Я еще раз призываю на такие моменты обратить внимание. План подготовки к выборам в республике утвержден давно. Исполнительная власть обещает всяческую поддержку партиям в организации предвыборной агитации. Но в свою очередь просит также соблюдать меры безопасности, например, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте нам по телефону редакции. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. Хороших вам выходных. Берегите себя и своих близких. Я, Татьяна Трофимова, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова